Как работает закон притяжения? Вселенная должна отвечать так, как хочется вам. Вы можете определить свою судьбу. Это и означает быть человеком. Если вы преодолеете ограничение своего логического ума, тогда то, что здесь, будет там, а то, что там, будет здесь. У меня такой вопрос. Если нам хочется, чтобы наша жизнь сложилась определённым образом, мы посылаем позитивные сигналы, и это здорово, но… Кому? Вселенной. Вселенной. В каком направлении? Вверх или вниз? Вот об этом я и спрашиваю. Как работает закон притяжения? Он вообще работает? Закон притяжения — это то, что происходит между противоположностями. Да. Это могут быть два магнита, мужское и женское, или что-то другое. Закон притяжения всегда работает между противоположностями, не так ли? От северного полюса к южному, от одного к другому. Да. Вот как это работает. Но вы говорите о Вселенной. Это означает, что вы в этой Вселенной пришелец? Для части этой Вселенной. Если речь о части Вселенной, то что там можно притягивать? Почему тогда говорят, что мы можем сами создавать свою судьбу? Вы можете. Вы можете определять свою судьбу. Вы должны это делать. Это и означает быть человеком. Да. Если бы вы пришли на эту планету так же, как и все остальные существа, у них есть свои компульсивные циклы, они живут этим, для них это нормально, потому что это все, на что они способны. Посмотрите на свою жизнь. Все, что вы делаете, не особо отличается от того, что делают другие существа. Они рождаются, и вы рождаетесь. Они взрослеют, вы взрослеете. Они размножаются, и вы размножаетесь. Они умирают, и вы умираете. Нет особой разницы, но эти же простые вещи мы можем делать осознанно. Вот что значит быть человеком. Если вы, например, осознанно управляете своей рукой, эта рука будет делать то, что вы хотите. Не так ли? Вы не будете просто сидеть здесь и делать вот так. Рука будет делать то, что вам нужно. Если же вы руководите своими мыслями осознанно, тогда ваша мысль будет делать то, что вы хотите. Если бы ваша мысль делала то, что вы хотите, что бы вы создали в себе? Блаженство или страдания? Блаженство. Блаженство. Если бы вы испытывали блаженство, вы бы стали искать счастье. Все эти вещи, которые люди считают самыми важными в жизни, быть умиротворенным, радостным, для вас ничего не будут значить, если вы испытываете блаженство. Но вы должны рассказывать об этом остальным, иначе их это не заденет. Вам нужно. Надо немного подыграть им. Но по сути, если бы ваши мысли и эмоции подчинялись вам, вы бы поддерживали себя на высшем уровне благополучия в любых обстоятельствах, не так ли? Правильно. Если это произойдет, весь ваш жизненный процесс придет к абсолютной легкости. сейчас вы, как крадущийся тигр, всегда охотитесь на что-то. Вам незачем охотиться. Если вы сидите здесь, и ваша жизнь полноценна. Вы пребываете в абсолютной легкости. Если кто-то пребывает в подобном состоянии легкости, он становится восприимчивым. Тогда карьера, заработок, или даже поиск радости, любви или влюбленности для вас ничего не будет значить, потому что просто сидя здесь, вы будете испытывать наивысший уровень приятного переживания. Что бы вы стали делать с такой жизнью? Естественно, вам бы захотелось испытать то, чего пока нет в вашем восприятии. Именно так начинается духовный процесс. Вот как вы берете свою жизнь под свой контроль. Допустим, вы чего-то пожелали, и это произошло. Я хочу, чтобы вы знали, у большинства людей, по крайней мере 50% того, чего они желают, происходит. Просто они сосредотачиваются на тех нескольких вещах, которые не произошли. Если быть объективным, то в достаточно хорошо организованном обществе происходит 90% того, что хотят люди. Остаются 10% из-за которых они жалуются. Да. Да? Не так ли? 90% вашей жизни происходит так, как вы хотите, но вы жалуетесь на 10% и не можете получить удовольствие от 90%, потому что 10% произошли не так, как вы этого хотели. Так что уже сейчас вы в значительной степени контролируете свою судьбу. Здесь и там что-то может происходить не так. Но это немногое. Может вас сильно беспокоить. Допустим, вам нужно проехать 100 километров. 90 километров. Вы проехали беспрепятственно в нужном направлении, но на 91-м километре что-то сломалось. Все? Это уже никуда не годится. Не так ли? Да. Вот почему люди жалуются. Я не говорю, что они жалуются просто так. 90 километров — все шло отлично, но в самом конце путешествия что-то сломалось. Так что они все еще страдают из-за этого. Так происходит. Потому что вокруг нас происходят разные вещи. Не все обстоятельства когда-либо сложатся так, как нам хочется. Потому что обстоятельства зависит не только от нас. В ситуации вывлечено так много людей, так много воздействий. Все они не обязательно будут происходить так, как хочу я. Но если я такой, как я хочу, я испытываю блаженство. Независимо от того, летит ли мяч для гольфа по прямой или куда-то в горы, я все равно испытываю блаженство. До тех пор, пока вы можете играть в гольф. Даже если и не играю. Да. Получается, что до тех пор, пока все идет по-моему, и я на своем пути, и пребываю в блаженстве... Нет, нет. Я не говорю, что пока все происходит по-вашему, вы будете в блаженстве. Если вы в блаженстве... Все получится. Не имеет значения, как все происходит. Что бы ни происходило, вы испытываете блаженство. Да. По сути, мир поставил телегу впереди лошади. Скажите мне, что легче, взять под контроль себя или всех этих людей? Гораздо сложнее взять ответственность за самого себя. Вы можете взять под контроль всех этих людей? Попробуйте. Я говорю так, потому что люди не осознают, что им нужно брать ответственность за себя, и они пытаются взять ответственность даже за целое сообщество людей и изменить других. Нет. Прямо сейчас вы сидите здесь. За себя. Что легче, взять под контроль себя или всех этих людей? Себя. Себя. Это первое, что вы должны сделать. Не так ли? То, что легче и проще. Когда вы возьмете под контроль себя, тогда уже можно посмотреть, сможем ли мы добиться сотрудничества этих людей. Когда вы говорите, что стремитесь к счастью, это означает, что вы хотите, чтобы все функционировали так, как вы этого хотите. Когда мы говорим, если произойдет это, я буду счастлив, если произойдет то, я буду счастлив, это означает, что мир и Вселенная должны отвечать так, как хочется вам. Я не это имела в виду. Нет. В такое я не верю, потому что это просто попытка навязать всему свои условия, когда все должно происходить только так, как я считаю правильным. Я хотела сказать... Хорошо, очень простой пример. Кто-то хочет быть актером, или кто-то хочет быть игроком в крикет. Я привожу очень простой пример того, чем вы хотите заниматься в жизни. И вы... Допустим, этого не произошло. Что это означает? Людям не понравилась ваша игра, или спонсорам не понравился ваш крикет, произошло что-то подобное. То, чего вы хотели, не произошло. Сможете ли вы по-прежнему оставаться в блаженстве? Немногие смогут. Вот почему я это говорю. То, что вы пытаетесь сделать, когда говорите, всем должно нравиться то, что я делаю, вы хотите каким-то образом контролировать их ум. Вот что вы делаете. Через ваши фильмы, или как-то еще, каким-то образом, вы контролируете их ум, делая то, что им нравится. И именно поэтому это работает. Не так ли? В противном случае это бы не работало. Да. Итак, что проще, взять под контроль себя или всех остальных? Себя. Себя. Если вы взяли под контроль себя, тогда вы не гонитесь за своим счастьем. Вы не испытываете напряжения, ничто вас не угнетает. Вы будете делать все по максимуму, потому что вас не заботит, что может случиться. Что бы ни случилось, с вами все будет в порядке. Это вы точно знаете. Естественным образом, вы будете делать все замечательным образом, потому что нет абсолютно никакого беспокойства, потому что вы больше не заинтересованы в какой-то выгоде. Вы будете делать то, что нужно, без каких-либо усилий. То, что кто-то считает великим подвигом, вы сделаете играючее. Радостно. Да. То есть вы полностью опровергли тот факт, что закона притяжения не существует. Ничего подобного нет. Почему же нет? Я уверен, вы притягиваете многих. Не тот закон притяжения, а другой. Когда Вселенная дает вам то, чего вы хотите. В любом случае... Нет, скажите мне, где находится Вселенная? Мы часть Вселенной. Когда семь мудрецов, которые сегодня известны как Сапт-Риши, спросили Адди-йоги, где начинается Вселенная, где она заканчивается, насколько она велика, что она такое, он рассмеялся и сказал, «Я могу упаковать весь ваш космос в горчичное зерно». Это очень эффективная упаковка, не так ли? Очень. То, что вы считаете временем и пространством, обусловлено природой вашего ума. Если вы преодолеете ограничение своего логического ума, тогда то, что здесь, будет там, а то, что там, будет здесь. То, что было тогда, будет сейчас. То, что есть сейчас, будет тогда. Время и пространство смешаются в вашем восприятии. Да. Когда это произойдет, вы не будете говорить со Вселенной. Со Вселенной. Говорят только те, кто не ладит со своими соседями. Спасибо. Время и пространство. Время и пространство. Продолжение следует...